Сегодня мы будем говорить о том, как все-таки привлечь руководителей к тому, чтобы они могли стать сторителлерами. Я хотела бы представить вам вот этот QR-код. Если вы по нему пройдете, там есть квиз по сторителлингу. Вы можете уже сейчас начать выполнять этот квиз. Итак, позвольте я тогда начну с истории. Здесь представлена компания. Компания, в которой я работала. Эта компания называется One Brick at a Time. И я хотела бы рассказать о ней. Эта компания опиралась на очень высокие ценности. Я хотела бы вспомнить о временах войны. Однажды командующий сказал своим воинам, вам необходимо построить стену. Солдаты были уставшие, изнуренные, было жарко. И кругом были множество комаров и различных гнусов. И тогда солдату, когда он строил эту стену, солдатам пришла в голову одна мысль. По кирпичу в каждый момент. И потом, когда стена была построена, солдаты в гордились тем, что они смогли это сделать. Я хотела бы рассказать о вот этой концепции по кирпичику в день. Каждый день мы чувствуем, как пот катится градом, и комары нас кусают и высасывают нашу кровь. Но помните о том, что каждый ваш день – это вклад в общее дело. А потом, когда вы увидите уже воочию свое создание, вы забудете о тех страданиях, чего это стоило. И действительно, мы в нашей компании строили такую стену. И вот эти все маленькие кирпичики, которые вы видите, они закладывались по одному в день. И каждый из этих кирпичиков обозначал то достижение, которого мы смогли добиться. И мы постепенно ставили по кирпичику в день, отмечая успехи нашей компании. Это было очень высоко мотивирующим посылом. Более того, в нашей компании равным образом важно, чтобы каждый менеджер от самого нижнего звена до самого высокого звена становился культурным сторитейлером. И вы видите здесь изображение того, как мы проживаем эту историю. И каждый раз необходимо было ее не только проживать, но и рассказывать другим, делиться с другими. Как же это можно сделать? Что необходимо для того, чтобы руководители высокого звена стали настоящими сторитейлерами? Если вы являетесь культурным лидером, то как можно стать культурным сторитейлером? Для этого нам необходимы специальные инструменты. И более того, нам необходима аудитория, необходима сцена и слушатели. Дело в том, что не всем удобно выступать. Есть люди, которые стесняются публичных выступлений. Поэтому я предлагаю специальную рамочную структуру для шести историй. Это шесть типов различных историй, которые способны резонироваться аудиторией. Каким образом я придумала эту структуру рамочную? Я уже очень много общаюсь с покупателями, работаю в команде. Я 17 лет работаю в развитии продукции. Я смогла запустить 25 новых продуктов. И я рассказала 5 тысяч одну историю. Потому что каждый продукт – это история. Каждый этап его создания – это история. Все эти истории отражают мою работу. Таким образом, я пришла к выводу, что все истории можно распределить на шесть типов структур. И если у вас есть конкретная структура по созданию истории, тогда ее создавать будет гораздо легче. Это шесть различных типов историй, которые отражают шесть различных типов стори-тейлеров. В зависимости от эмоционального наполнения. Итак, давайте посмотрим, к какому типу стори-тейлеров относитесь вы. Пожалуйста, пройдите по ссылке, и вы можете поучаствовать в нашем опросе. Этот опрос займет не более двух минут. И, пожалуйста, я хотела бы попросить вас поделиться типом вашей истории в чате. К какому типу вы относитесь? Как только вы проходите этот квиз, вы сразу после этого получаете имейл с расшифровкой ваших результатов. Пожалуйста, пришлите в чате. Расскажите, к какому типу стори-тейлеров вы относитесь? Хорошо, еще 30 секунд. Итак, к сожалению, этот опрос на английском языке, но вы можете пользоваться онлайн-переводчиком или, может быть, тогда нажимайте Google Translate. Еще дам вам 30 секунд на перевод, потому что действительно очень интересно узнать, к какому же типу вы относитесь. у всех ли есть функция чата? Все ли могут написать ответ в чат? Хорошо. Замечательно. Замечательно. Итак, пожалуйста. Хотелось бы, чтобы хоть кто-то хотя бы написал свой ответ в чате. Это даст мне возможность понять, что вы закончили опрос. может быть, кто-нибудь напишет ответ свой. Отлично. Хорошо. Хорошо. Замечательно. У нас уже есть первые данные. Существует шесть различных типов сторителеров. От очень эмоциональных до очень логичных. Все эти шесть типов распределяются на эмоциональной шкале, которая обозначена цветами. И различные руководители могут по-разному рассказывать историю, но в целом они все будут принадлежать к одному из вот этих шести типов. Необходимо активировать ваш тип сторителера. Необходимо знать, к какому типу сторителера вы относитесь и какого стиля коммуникации придерживаетесь. Если вы знаете, к какому типу сторителера вы относитесь, вы можете более эффективно взаимодействовать с людьми. И так культурные лидеры могут стать сторителерами. Более того, зная свой тип, они становятся более уверенными сторителерами. Я хотела бы представить сейчас несколько примеров. Сначала у нас будет евангелист, потом у нас будет визионер. И я представлю одну и ту же историю в различных парадигмах, в одной из этих шести структур. Представьте, что я генеральный директор, и мне необходимо выступить на собрании компании. Я буду говорить о культурных ценностях. Если бы я была евангелистом, как бы я это сделала? И я также представлю, что бы сделал визионер. Итак, давайте начнем с евангелиста. Вы полны эмоций. Есть ли у вас ощущение, что вы не можете остановиться, потому что конкуренция нарастает, конкуренты наступают нам на пятки, а я так себя чувствую каждый день до того момента, пока я не сделал одной из культурных ценностей своей мантрой по кирпичику в день. И я все время напоминаю себе, что я все время переполнен, я все время куда-то спешу, и я помню, я сдерживаю себя один кирпичик в день, по одному звонку каждому клиенту в день. Это один кирпичик. Вы подписали договор, это уже кирпич для целой компании, по кирпичу в день. Вот так, ребята, мы становимся единым целым. Помните, что если вас переполняют эмоции, если вы не можете с собой справиться, помните, что по одному кирпичу в день, всего-то лишь. Мы не можем сделать большой бизнес за день, так дела не делаются, поэтому по кирпичу в день. Вот так об этой истории расскажет евангелист. Теперь давайте посмотрим на визионера. Что скажет визионер? Допустим, компания, которая выпускает какие-то продукты в сфере здравоохранения. Итак, визионер. Сегодня мы спасли три жизни, а за три года мы спасем три тысячи жизней. Не верите? А я верю. я верю, что мы с этим справимся. Я верю в вас. Понимаете, Рим за день не построили, Бур-Халифу за один день не построили, и ничто не строится за день, но все эти здания были построены по принципу один кирпич в день. я закладываю кирпич, он закладывает кирпич, она, они, и вдруг мы уже спасли три тысячи жизней, а триста тысяч жизней, и три миллиона жизней. Как мы это сделаем? По кирпичику в день. Итак, видите разницу, да? Видите, посыл совершенно разный, евангелист более эмоционален, он в большей степени взаимодействует с аудиторией, больше рассказывает о том, что он чувствует, а, например, мудрец в большей степени будет говорить о самой истории, о проблеме, о том, как ее решать, визионер, в большей степени будет говорить, куда мы движемся, он будет говорить о перспективе, которая нас ждет в будущем, и о том, что мы пройдем этот путь, как одна единая команда. И при этом все эти ораторы говорили о культурных ценностях, об одном перпичике в день. И кто-то из них действительно резонирует с аудиторией, кто-то нет. И изменяется давайте посмотрим на те различия, которые существуют между разными стилями. Визионер больше о будущем, евангелист больше об эмоциях, но при этом сохраняются одни и те же элементы истории. Важно то, каким образом и какие инструменты вы предоставляете своим руководителям. Можно использовать также и образ профессора. Можно использовать определенные типы этих историй для конкретных событий. То есть это своего рода инструмент, который позволяет руководителям выбрать нужный тон обращения к аудитории. Итак, давайте резюмируем, что скрывается за каждым из этих типов. Есть представлены личности, которые выступают, придерживаясь той или иной пиродигмы. Итак, я представлю конкретные примеры. Вы можете сразу подумать о том, как звучит та или иная история. Итак, евангелист очень эмоционален, очень много жестов, очень вдохновляет, очень эмотивен. Тони Робинсон. Он просто больше, жизнь. Он заходит в огромный зал и тут же овладевает всем пространством. И сразу вам кажется, что этот человек владеет теми. очень много таких людей в продажах и в маркетинге. И евангелисты хотят работать в продажах и маркетинге, потому что для этой работы именно нужен такой характер, именно нужна такая персоналия. И теперь мудрец. Мудрец тоже эмоционален, но он очень патротичен, он очень возвышен. Мудрец любит взаимодействовать с аудиторией и понимать, что происходит с аудиторией, где они находятся, что у аудитории на душе. мудрец будет вспоминать личный кризис, который теперь отражает, например, кризис в компании. Он будет спрашивать, как ваша мать, как ваша дочь, как сын, как дети. Такие примеры это Гэндалф, это Опра, это Рэйчел из Фрэнс. И таких людей много в HR, потому что в HR нужна способность к гравитации с людьми. Это эмоциональное воздействие, но это попытка на эмоциональном уровне через личные переживания связаться с аудиторией. Далее мудрый сосед. Здесь мы сталкиваемся с комбинацией и эмоционального, и логичного. Это обычно люди, которые общаются всегда на короткой руке, которые всегда эмоциональны, быстро заводят дружбу, сразу переходят на «ты». То есть с этими людьми очень легко общаться, они быстро заводят общение. Обычно это люди, которые работают в сфере продвижения продукции или в маркетинге. Они со всеми умеют общаться, и с профессором, и с евангелистом, потому что сами по себе они очень дружелюбны и всегда легки в общении. Следующее это визионер. Здесь уже немножко другая парадигма. Здесь увеличивается доля логики. Обычно здесь будет фигурировать какое-то высокое статистическое число, и визионер попробует его объяснить, что означает это число, спасенных Что значит 8000? 8000 – это число спасенных жизней. И через именно какие-то числовые значения визионер будет стараться достучаться до эмоционального уровня. То есть визионер будет наполнять конкретную цифру эмоциональным содержанием. Обычно это директора каких-то компьютерных или технических компаний, это, например, Steve Jobs, это, например, Sheryl Sandberg, или обычно это люди, которые работают с продукцией, работают в продвижении продукции. Итак, вы наверняка видите, что в разных культурах превалируют те или иные типы стори-тейлеров, а есть люди, которые умеют использовать несколько типов стори-тейлинга и пытаются как-то этим жонглировать в зависимости от всех обстоятельств и того содержания, о котором они будут говорить. Таким образом переключаться от одного типа стори-тейлинга к другому для того, чтобы создать ощущение взаимосвязи с аудиторией. Фактически руководителям всегда приходится быть где-то посередине. Они все время лавируют и в конечном итоге им приходится учиться становиться стори-тейлерами. Я работала со многими людьми и я действительно убедилась, что все люди могут быть распределены по вот этим шести категориям. Еще есть примеры. Мы переходим уже к следующему типу. Это правдолюб. это например Джордж Карлин, Марк Маррон, Эмили. И эти люди могут занимать любую должность. Они очень часто могут сопровождать твои истории какими-то юмористическими зарисовками, Но при этом они более логичны и они всегда скажут правду. И эти люди обычно своего рода судьи. Они всегда знают, кто прав, кто не прав. Вот правдолюбы, они никогда не стараются принять на себя какую-то определенную роль. Потому что они обычно способны воспринимать культуру в широком контексте. они присутствуют во всех культурах. Но такие люди очень нужны в особенно сложные моменты для компании, когда нужна правда. И в эти моменты необходимо, чтобы именно правдолюбы рассказывали истории культурным лидером, то вы должны подумать, что вы можете сделать. Вам необходимо в сложные моменты для компании излечить людей. И с этой точки зрения необходимо история визионера. И если вы видите конкретно человека, который чистый визионер, попросите его рассказать историю. Или, например, вы понимаете, что необходим правдолюб. Тогда попросите, найдите такого человека в среде своих сотрудников и попросите его рассказать историю. У него это очень хорошо получится. сотрудничество. То есть вы можете контролировать, какого человека использовать. И вы таким образом делегируете лидерство другому сотруднику. таким образом вы способствуете влачению коллектива. Ну и наконец профессор. Абсолютно логичный тип. Статистика. Вы помните лекции профессоров? Всегда будет наказательная база, всегда будут графики, вычисления, формулы. Это полный антипод евангелиста. Евангелист воспринимает реальность эмоционально. он хочет видеть ваше лицо, хочет дотрагиваться до вас, пожать вам руку. И для него важен именно эмоциональный отклик. А профессор? Профессору интересны цифры. И только тогда он вам поверит. Если у вас слайды только с изображениями и у вас нет графиков и формул, профессор вам не поверит. И профессор никогда не будет говорить об эмоциональном начале. Профессор всегда будет опираться на цифры, которые будут показывать то, каким образом данная модель оказалась успешной в других компаниях, и тогда он будет доказывать, что эта модель может быть успешна и для вашей компании тоже. профессора. Обычно эти люди занимают также очень логические должности. Это, например, финансисты, это инженеры или какие-то технические специалисты. Ну, например, Рут Бейдер Гинсбург, профессор, настоящий профессор, потому что ее не беспокоит ваша энергия. Она получает эту энергию от чисел. Но профессора вдохновляют вас, они пробуждают вас интерес к теме. Вы выходите после лекции, вы хотите открывать, вы полны созидательной силы. Это тоже очень важный тип оратора, потому что он заряжает энергией, созидательной энергией. После такой лекции, после такого выступления люди хотят идти и действовать. И вопрос теперь в том, каким образом применять все эти шесть типов для того, чтобы правильно выбирать соответствующую модальность. Здесь представлены компании, которые проходили у меня обучение. И они тоже стали очень сильными благодаря способности у руководителей использовать столи-теллинг в качестве инструмента. Итак, какова культурная рамка, каково культурное пространство этих компаний, и каким образом мы можем сгармонизировать наше культурное пространство с конкретным типом истории. Итак, о чем мы сегодня узнали? Во-первых, руководители высшего звена нуждаются в инструментах для того, чтобы стать культурными стори-теллерами. Необходимо, чтобы культурные истории резонировали с сотрудниками компании, причем все шесть типов. И все шесть парадигм стори-теллинга дают возможность руководителям поделиться определенной историей и создать свой собственный язык, объединить в этом пространстве стори-теллинга всех сотрудников. Я была бы рада взаимодействовать вместе с вами, Пожалуйста, вы можете всегда со мной связаться. Я провожу индивидуальные занятия по стори-теллингу. Ваши сотрудники могут пройти курс моих занятий в индивидуальном порядке или я также провожу и занятия в команде. Если у вас есть, например, какая-то презентация, которую вместе представляют несколько сотрудников, можно использовать и сочетать различные модальности стори-теллинга, различные парадигмы и это раскрасит презентацию, сделает ее более интересной, более зажигательной. Я всем желаю удачи, успешного дня и я надеюсь, что моя презентация была полезной и вы с удовольствием поделитесь тем, что вы сегодня узнали со своими коллегами. Итак, давайте посмотрим на результаты. Евангелистов мало, мудрецов побольше, очень много визионеров, мало профессоров, и это действительно так. именно так происходит в обществе. В конечном итоге больше визионеров, больше поседей, евангелисты и профессора, они как бы существуют в меньшем количестве. Спасибо, здорово, спасибо большое. и я действительно вижу, что люди у нас очень воодушевились. Вопрос от Татьяны, можно ли, например, переключаться между парадигмами, ну, например, от евангелиста к визионеру? Да, да, именно об этом я и говорила. Именно такой инструментарий мы предоставляем нашим лидерам, потому что на протяжении времени вы можете выступать в различных качествах. Лидерам необходимо принимать на себя различные парадигмы, и в этом и заключается лидерское искусство. это происходит естественно, если, например, у руководителя имеется колоссальный накопленный опыт руководства людьми. Но на самом деле, если вы только у самого начала, то вы можете выбрать какую-то конкретную модальность и сначала освоить ее. Выберите ту модальность, которая наиболее естественная. естественно, для вас, но мой ответ да, да. Я, например, визионер. Но вы видели, что я смогла выступить как евангелист. Для меня это очень сложно. Потребовалось много работы над собой, но чем больше практики, тем больше успех. Это очень сильный инструмент. но правда нужно время для того, чтобы, так сказать, напрактиковаться. У меня тоже был вопрос. А, Татьяна имела в виду, можно ли переключаться внутри одной истории между вот этими модальностями? вопрос Татьяны немножко иначе звучал. Да, можно, можно. Ну, например, если вы выступаете с каким-то длинным накладом или длинным выступлением, вы можете переключаться между различными фрагментами. Не надо, конечно, делать это слишком быстро. Вы должны помнить, что есть определенные элементы. Да? Всего их пять. Это своего рода как циферблат. Да? Вы начинаете с одного типа и вы используете определенные инструменты для того, чтобы законнектироваться с аудиторией. Но да, можно переключаться, только не очень быстро, иначе это будет выглядеть странно. У меня есть выступление, где я говорю о продаже мороженых йогуртов. И там я начинаю как мудрец на очень личной основе, но в конечном итоге я что-то продаю. Я все-таки что-то продаю, и я уже становлюсь евангелистом. Мы часто видим, как это происходит очень опытные ораторы умеют джонглировать между вот этими типами в рамках одного выступления. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то исследование истории, в какой роли лучше всего заходят людям? То есть, ну, например, мудрец, мудрец лучше всего воспринимается. Есть ли какие-то такого рода истории или исследования которые я работала с очень многими людьми. Надо сказать, что все зависит от ситуации. Можно использовать определенные типы историй и увязывать их с конкретными брендами. Можно даже задуматься над тем, что конкретный бренд требует именно конкретной модальности стори-теллинга. Но на самом деле все зависит от ситуации, все зависит от аудитории, от бренда, о котором вы говорите. Если, например, ваша история привязана к конкретному бренду, то, например, вы этим уже будете ограничены, вы будете ограничены конкретным брендом. более того, вы ограничены вашими личными психологическими качествами, потому что конкретные модальности стори-теллинга даются вам легче, а другие даются вам сложнее. Ну и вопрос был в том, есть ли какое-то доминирование между этими типами, было ли какое-то исследование, которое бы показывало, что одна из парадигм стори-теллинга сильнее воздействует, чем другие. Нет, я об этом сказать не могу, потому что все эти шесть модальностей стори-теллинга воздействуют очень сильным образом. Все зависит от конкретного наполнения. И любую из этих модальностей можно наполнить очень сильным содержанием, которое вызовет глубочайшее эмоциональное воздействие и резонанс. благодарю вас. Спасибо огромное. Очень интересный был доклад. Потрясающий доклад. Спасибо огромное. Спасибо огромное за тест, который вы нам предложили. У нас есть вопрос от Сергея в чате. Я попрошу вас ответить Сергею в чате. Ну, у меня сейчас традиционный вопрос, который я хотел бы задать всем ораторам. Итак, культура формирует истории, но сами истории тоже формируют истории. И также что первично культура или истории? А, какой хитрый вопрос, а, какой вы хитрован. Сложный вопрос, сложный. Я знаю, я знаю. Но время мне надо, чтобы ответить. я думаю, что одновременно происходит и то, и другое. Ну, да, да, понимаете, все происходит в одно и то же время. Это все одновременно. Но вам надо выбрать, понимаете? Я хочу, чтобы вы выбрали ради истории, ради стори-тейлинга выберите. Ну, что ж, я стори-тейлер, поэтому я скажу, что истории первичны. И я так считаю, я вас поддерживаю. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Вы поделились с нами таким большим количеством замечательных историй. Огромное спасибо. спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.